Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС. С вами Анастасия Бойко и в начале выпуска информации об автокатастрофах, которые произошли на выходных в нашем регионе. 1,245 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Пьяный автомобилист стал виновником еще одной смертельной аварии в области. Теперь жителю Чулымского района грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Жертвой трагедии стал знакомый автомобилиста. 58-летний пассажир ВАЗа. Мужчина находился на переднем кресле и не был пристегнут. На 42-м километре трассы Большинекольская, поселок Петровский, седан вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, легковушка ехала с существенным превышением скорости. Врачи констатировали смерть пассажира. Не исключено, что погибший тоже был пьян. 27-летний житель Усть-Таркского района погиб при госпитализации в больницу. Трагедия произошла на трассе недалеко от дома мужчины. Он возвращался в Богославку, но в пути в мопед врезался в мопед его друга. Уже установлено, два товарища на мопедах без госномеров направлялись со стороны Татарска в родную деревню. Мужчины проживали на одной улице. Вероятно, один из байкеров решил обогнать второго, но не выдержал дистанцию до попутного транспорта. Один пострадавший доставлен в больницу с отрясением и ушибами. Травмы второго оказались смертельными. Мужчину не довезли до реанимационного отделения. Кстати, у друзей не было водительских прав. Далее рубрика «Сводка». В ней собрана информация об авариях с пострадавшими, которые также произошли в Новосибирске и Новосибирской области. Водителя «Шкоды» госпитализировали с переломом ребра и ушибами. Такие травмы мужчина получил в аварии на Красном проспекте. Автомобилист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, начал поворачивать налево и не предоставил преимущества проезда БМВ. Пьяный мужчина спровоцировал аварию, в которой сам же и пострадал. Лихач на спринт переехал из Белоярки в Машково. Потерял контроль над авто. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. У нетрезвого автомобилиста перелом ребер и рваные раны на лице. Мужчине грозит лишение прав. Мужчина, ранее лишенный прав, снова сел за руль маркой и начал двигаться задним ходом по поселку Мичуринский. Не заметил пешехода, который находился на проезжей части. У пострадавшей женщины травма головы. Водитель при этом отказался от прохождения теста на трезвость. Ему грозит лишение свободы. На площади энергетиков в мегаполисе вновь образуется дорожная просадка. Провал стал заметен накануне вечером. А в ГИБДД поступили уже десятки обращений от жителей мегаполиса. Люди уверены, под асфальтом вода. Поэтому полотно периодически и деформируется. Однако версию о подземном озере мэр города проверки еще в прошлом году. После вирусных сообщений в мессенджерах. В распоряжении журналистов ДПС оказалась свежая запись, на которой видна неровность. Только за утро уже четыре водителя сообщили о поломках. В некоторых машинах после проезда по кочке протекло масло. В других возникли проблемы с колесами. Сейчас опасный участок ничем не огорожен. Но рядом видна заплатка. Здесь уже срезали верхний слой покрытия и точечно восстанавливали дорогу. Кстати, подобная просадка была и весной. Тогда дорожники тут же залепили яму горячим асфальтом. Меж тем рабочие, которые занимаются строительством четвертого моста, на условиях анонимности рассказали. На объекте приходится каждую ночь откачивать воду. Скорее всего, под землей все-таки бьет ключ. Мы отправили повторный запрос в мэрию Новосибирска. Будем разбираться, что же было раньше на месте существующих площадей труда и энергетиков. В Новосибирске прошел рейд госавтоинспекции по выявлению водителей, которые любят громкую езду и прямоточные выхлопы. Уровень шума замеряли инспекторы технодзора. Проверка прошла на площади Ленина. Звуковая норма 96. Максимальный, но допустимый показатель шумного авто. Однако молодежь любит погромче. Для точного замера уровня шума на педаль газа нажимают трижды. Шумомер определяет средний показатель звука. За превышение установленных норм шума водители транспортных средств привлекаются по статье 8.23 Кодекса административных правонарушений. Данная статья предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Только за первую часть рейдовых мероприятий двое водителей были привлечены к административной ответственности за данный вид правонарушения. Заводской или доработанный прямоток значения не имеет. Согласно техрегламенту, звук от любого транспорта, не превышающего веса в 3,5 тонны, должен уложиться в 96 дБ. Машины с весом больше 5 тонн могут иметь 98 дБ. А самосвалы и фуры обязаны не выйти за сотню. Если водитель в течение трех суток не установит легальный глушитель и на четвертый день снова попадется инспектором, одним лишь штрафом обойтись не получится. За невыполнение требований может грозить административный арест до 15 суток либо денежная санкция. Это определит суд. На дорогах Новосибирска были замечены волки. Речь идет не о лесных обитателях, а о байкерах. Представители мотоклуба «Ночные волки» посетили мегаполис в рамках мотопробега «Космос наш». Мероприятие приурочили к 60-летию полета Юрия Гагарина. Мотопробег стартовал 10 июня в Москве. Маршрут составляли совместно с Роскосмосом. В каждом городе «Ночные волки» знакомятся со значимыми предприятиями в ракетно-строительной отрасли. Но главное событие – это посещение космодрома «Восточный», где 1 июля запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Целью мероприятия байкеры считают патриотическое воспитание молодежи. К примеру, в Новосибирске «Ночные волки» приехали в планетарий и пообщались с посетителями на военно-исторические темы. После Сибири мотоциклисты направятся в Горно-Алтайск, Забайкалье и Дальний Восток. В этом году, все знают, 60-летний юбилей первого в мире полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года. И мы решили совместно с госкорпорацией Роскосмос осуществить мотопробег на космодром «Восточный» как правоприемник космодрома «Байконур», с которого и был осуществлен 12 апреля 1961 года этот полет, и закончить наш мотопробег на плавающем космодроме в городе Владивосток. На этом выпуск подошел к концу. Присылайте свои истории и вопросы на почту, а также подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...